Партнер проекта, группа компании Юрпроф, весь спектр юридических услуг, телефон 751363. Генеральный спонсор места происшествия, станция технического обслуживания «Сервискар». Произошло ДТП! Ваш автомобиль нуждается в ремонте? Станция технического обслуживания «Сервискар». Кузовные работы любой сложности. Вклейка стекол, качественная подготовка и окраска профессиональными материалами. Заправка кондиционера, устранение ошибок блока управления двигателем. «Сервискар». Доверь свой автомобиль профессионалам. Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия». В студии Михаил Багин. Смотрите в этом выпуске. Не уступила дорогу. На перекрестке улиц Ленина и Хлыновской. Женщина-водитель Тойоты врезалась в 14-ю. Я поворачиваюсь. Он вот так вот стоит тут. А где он стоит? А можете показать? Вот тут, вот на моем месте. Так. А Юля вот тут сидела на диване, на краешке тут. Угу. Он вот так вот плевает на нее. Заживо сжег свою подругу. Вот так вот он стал. А. Он сидел уже, бензин-то кончился, книжку, видимо, бросил еще. И чиркает. А дочь ваша где находилась в это время? Да, уже она и сидела тут же. Угу. На диване вот тут. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении поджигателя Александра Криулина. Аварийный разворот. На улице Воровского камера зафиксировала, как на парковке водитель Приоры протаранил забор. В Кирове в ДТП пострадала женщина-водитель. Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Хлыновской. Там столкнулись Toyota Yaris и ВАЗ 14-й модели. Подробности этой аварии в рубрике «Сводка происшествий». По данным ГИБДД вечером, женщина-водитель Toyota хотела повернуть налево, но не уступила дорогу 14-й и врезалась в нее. В этом ДТП пострадала вероятная виновница происшествия. Еще одна авария произошла сегодня на улице Карла Маркса. Автомобиль медиков ехал по Красноармейской и на перекрестке врезался в Ладу 12-й модели. Известно, что водитель скорой должен был пропустить машину на главной дороге. Однако не исключено, что «Газель» ехала с проблесковыми маяками. По словам очевидцев, на территории центра активного отдыха на улице Милицейской вспыхнула строящаяся баня. Огонь повредил крышу деревянной постройки. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. По предварительной информации, причина пожара в неправильном устройстве печи. Отнюдь не за литературой зашел кировчанин в книжный магазин на улице Преображенской. Ночью молодой человек через окно проник в офис торговой точки. Там он похитил ящик с деньгами, сотовый телефон, новогодние сладкие подарки и винчестеры от компьютеров. Ущерб составил 64 тысячи рублей. При просмотре данного видеонаблюдения был установлен неизвестный мужчина. В ходе просмотра с оперативными сотрудниками был опознан подозреваемый, который впоследствии был задержан и похищенное имущество в ходе обыска было у него изъято. Как оказалось ранее, судимый подозреваемый признался в еще двух подобных кражах. Сейчас в отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанного поместили в изолятор временного содержания. А подозреваемый в убийстве и скрывшийся от следствия Пальцев Евгений до сих пор на свободе и может находиться в Кирове. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Пальцева, просьба сообщать информацию в полицию по телефону 589-330, 589-514 или 02. Вознаграждение и конфиденциальность гарантируются. Сергей Пичугин, место происшествия. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении поджигателя Александра Криулина. В августе этого года он заживо сжег свою 21-летнюю подругу. Перед этим обвиняемый избил ее, а затем облил бензином и поджег. В итоге дом, где все происходило, сгорел полностью. Внутри обнаружили тело потерпевшей. Спустя несколько месяцев после убийства обвиняемый на камеру рассказал подробности происшествия. Обгоревший дом почти замело снегом. Впрочем, среди завалов после пожара еще видно очертание комнаты, где произошло убийство. В этом доме хозяевами были погибшая Юлия Корнева и ее отец Игорь. Вечер перед убийством Александр крепко выпил. Ушел на рыбалку и не вернулся ночевать. Проснувшись утром, девушка приревновала его и устроила скандал. В ответ мужчина решил успокоить ее кулаками. Куда вы нанесли удары? Она лежала там, как в этом углу стоял телевизор. Лицом она как бы лежала на животе, лицом в телевизор смотрела. Ну, как бы по спине подраздновала. Впрочем, по данным следствия, обвиняемый нанес потерпевшей не менее 10 ударов по лицу и телу. Надо сказать, Криулин на тот момент был женат, имел ребенка, но супруга бросила его. После того, как он избил ее и угрожал убийством. За эти преступления его осудили, но на этот раз он перешел все границы. Взял канистру с бензином и стал обливать Юлию. Открутил крышку, плеснул так. В этот момент в доме были знакомые Юли. Это Ольга и Эдуард, а также отец Юли, Игорь Корнев. Мужчина был в шоке от увиденного и пытался остановить Александра. Я поворачиваюсь, он вот так вот стоит тут. А где он стоит, а можете показать? Вот тут, вот на моем месте. Так. А Юля вот тут сидела на диване, на краешке тут. Он вот так вот плевать на нее. Я говорю, Сань, ты что, успокойся? Он так, типа я шучу, что ты, успокойся. Но шутки закончились, когда Криулин достал зажигалку и поджег подругу. Вот так вот он встал. Он сидел уже, бензин закончился, канистру бросил или что. А дочь ваша где находилась в это время? Там же она и сидела тут же, на диване вот тут. Вместе с девушкой вспыхнула вся комната, а потом и дом. По словам отца погибшей, он пытался спасти дочь. Он бросился на помощь, но тут же получил ожоги. Пластиковая потолочная плитка начала плавиться и обожгла спину Игорю. Ожоги получил и виновник происшествия Александр. У него обгорели грудь и ноги. Хуболку-то, хуболку скинул, сорвал с себя ее. И штаны тоже горели. Женцы тоже сорвал, ну снял с себя их. И выгружил в огород, там вода была, облился водой. С места происшествия Криулин попытался скрыться, но от полученных ожогов потерял сознание и упал. Впоследствии он был госпитализирован. Следственный комитет предъявил мужчине обвинение по двум статьям. Это убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом и поджог. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем данное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас Александру Криулину грозит до 20 лет тюрьмы. Также ему придется выплатить моральный и материальный ущерб отцу погибшей Игорю Корневу. Его дом сгорел и сейчас мужчине негде жить. Периодически ему помогают сестра и брат. В итоге иск составит почти 650 тысяч рублей. Это цена дома и имущество Корнева. Михаил Вагин. Место происшествия. Сейчас прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь и смотрите сразу после нее. Долг пятилетнему сыну. В Кирове судебные приставы разыскивают отца-алименщика таксиста Сергея Кузнецова. Уснул? А куда ехал? Минус один столб и машина. Антош, ты за***л как бы, мы с вами вместе по голову нас съели как бы, б***ь. Ты чё делаешь-то, б***ь? На улице потребка операции пьяный водитель Киа Спектра устроил ДТП. Леонардо и Рафаэль. Выходящие из темноты люди в костюмах черепашек-ниндзя шокировали владельца-регистратора. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. Двух злостных алименщиков разыскивают судебные приставы Сергея Кузнецова и Александра Лобастова. Подробности в рубрике «Внимание! Розыск». Кузнецов Сергей Эдуардович, 1985 года рождения, уроженец города Кирова. Не платит алименты своему пятилетнему сыну. Сумма долга – 170 тысяч рублей. Может работать в такси. Лобастов Александр Юрьевич, 1987 года рождения, уроженец города Кирова. Не платит алименты своей шестилетней дочери. Сумма долга – 87 тысяч рублей. Если вы знаете, где находятся эти люди, просьба сообщить информацию в дежурную часть по телефону. 48-99-05 или по телефону доверия судебных приставов 38-18-04. Разбил чужую машину и уронил бетонный столб пьяный водитель «Спектры» на улице потребкой операции. Мужчина мчался в сторону советского тракта, но выехал на обочину и на скорости врезался в опору ЛЭП. Несмотря на то, что машина опрокинулась, лихач вылез через заднее стекло и попытался покинуть место аварии. Однако его задержали сотрудники ППС. На месте ДТП побывал наш корреспондент Сергей Пичугин. По следам видно. Водитель «Спектры» сначала выехал на заснеженную обочину, а затем уже скосил столб. Бетонная громадина упала прямо на дорогу и чудом не раздавила другие автомобили. Водителя почти сразу задержали сотрудники ППС, которым лихач сказал, что машина не его. «Я не могу увидеть. Угнана. Угнана». «Как вы здесь оказались?» «В смысле летать? Есть документы с собой?» Автоинспектором водитель Антон показал только пенсионное удостоверение. По словам мужчины, он бывший полицейский. Позднее узнав о беде водителя, к нему подъехал его тоже бывший сослуживец. «По словам водителя, он взял машину у друга и поехал домой». «Там-то что, уснули или что у вас? След юза идет ровно-ровно, а потом раз, прямо и направо. Уснул. А куда ехал?» Все это время приятель Антона не мог поверить, что в ДТП попал именно его нетрезвый друг. «Чуть-чуть есть. Надо проверить. Вот, алкотестер». В патрульном авто друг Антона понял все и без алкотестера. В салоне чувствовался резкий запах спиртного. «Там мне плясик пишет, как бы, ты че машина, как бы, ты дебил или че?» «Не, а то-то нормально там ничего не будет». «Антош, ты за***, как бы, мы совместно по голову насилили, как бы, б***ь, ты че дела, что б***ь? «Вот емало, как бы, поехали-ка мы, забухаемся». «Так-то, б***ь, Антоха, че машина была? Хоть не угнал?» «Свой я?» «Да». «Спасибо большое». Автоинспекторы замерили место аварии, а коммунальщики обесточили провода. Водитель же поехал в ГИБДД на экспертизу. «В связи с тем, что водитель считается не имеющим право управления транспортными средствами, он был привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. И ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток». «Судя по всему, теперь Антону придется платить за поврежденные автомобили и за разрушенный бетонный столб». Сергей Пичугин, место происшествия. На улице Воровского камера зафиксировала, как на парковке водитель Приоры протаранил забор. Об этом и в других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Воровского водитель Приоры не заметил забор. Автомобиль получил небольшие повреждения. Скорее всего, водитель не стал вызывать сотрудников ДПС. На Комсомольской площади водитель Волги не рассчитал маневры и попал под удар Нивы «Шевролен». Водитель внедорожника врезался в крыло Волги. Не заметил машину с камерой другой шофер на Ниве на улице Воровского. Впрочем, в этой ситуации аварии удалось избежать. На улице Свободы школьник торопился на урок в гимназию и не заметил машину с камерой. Мальчику и его родителям стоит напомнить, что, переходя дорогу, пешеход должен убедиться в безопасности перехода. Выходящие из темноты люди в костюмах черепашек-ниндзя шокировали владельца регистратора. Мужчина выезжал с парковки во дворе. Судя по сумке, это были сотрудники службы доставки. Видимо, таким оригинальным способом они решили удивить клиентов, которые заказали пиццу. Михаил Вагин. Место происшествия. На этом все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия и сняли его на свой мобильный телефон или на любительскую видеокамеру, присылайте свое видео на наш электронный ящик. mpkirovssobaka-inbox.ru Или звоните и сообщайте информацию по телефону 47-33-02. Также выпуски проекта «Место происшествия» вы можете посмотреть у нас в группе ВКонтакте «Место происшествия Киров». В студии для вас работал Михаил Вагин. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Увидимся на Первом городском. Субтитры создавал DimaTorzok